Пересеянный хвойный опад для того, чтобы засыпать семена. Здесь и палки, веточки, то есть шишка перегнившая, то есть все микроэлементы, которые здесь есть, они я думаю сохранились. А для того, чтобы посеять, засыпать семена, мы сейчас пересеем его в более мелкую фракцию, это все уйдет, тут шишка. Хвойный опад не подкисляет землю, есть такое мнение, что он подкисляет, он подкисляет, но чуть-чуть, в основном он нужен для того, чтобы сохранялись микроэлементы, приведенные из леса, им очень хорошо мультировать хвойные после посадки, затем очень хорошо присыпать семена, ничем другим я не пользуюсь, но вы могли видеть, как я делаю посев, как все это происходит, набираю ее в лесопосадка, где растет у нас сосна, под сосной обычно, в основном под крымской, потому что обыкновенной сосны у нас тут редко встретишь, у нас я привожу по 10 мешков, два привез, хранилище как говорится, но под очень полезный, сейчас мы его переберем, и что нам для этого понадобится, был вопрос по тому, как мы перебираем опад, для того чтобы просеять опад, нам нужен вот такой ящик пластмассовый обычно, да там чуть побольше будет падать, но это ничего страшного, потом можно все вытащить, но это самый легкий, можно сетку на низ положить поменьше ячейкой, и тогда вообще у вас мелкий будет, но сильно мелкий тоже не желательно, потому что, чтобы семена они прорастали, когда им было посвободнее, так бачок и ящик, ну естественно хвойный опар, не очень удобно, просто насыпаем в ящик, сейчас я буду сыпать как можно больше, и вот так вот, мы его пересиливаем, здесь остается в принципе одна шишка, и то которую можно будет, к примеру, которая ломается, поломать, и она тоже просеет, а здесь у нас на выходе что получается, получается вот такая вот фракция, такая вот прекрасная вещь, и там все микроэлементы, я говорил уже, то есть для того чтобы посеять, закрыть семена, самое благоприятное для этого дела, это хвойный опар, я не знаю, я пользовался многими вещами, крупное пока ведро, оно тоже потом будет перемалываться, и под крупные растения пойдет, или замерз, вроде на улице тепло, это обычное дело, у нас год на год не приходится, но один год обязательно какой-нибудь будет, что мы начинаем поливать, даже в конце февраля, вот сейчас мы оставить, сделаем, вот так вот, да, тут чуть-чуть он переслежался, или... нам надо где-то примерно хотя бы пол бочка, чтобы там засыпать небольшую прядку, ну это все дело я, конечно, намного быстрее, когда не снимаю, поэтому и ролики выходят так редко, потому что съемка очень отвлекает от процесса автомобиля, вот здесь опять остается все крупное, палочки, шишка, ну хвойный опар, я еще раз повторюсь, сильная он кислотность не дает, но для того, чтобы мульчирование очень хорошее, мульчирование хвой сеньцев, которые вы только посадили, во-первых, влага, после того, как вы посадили, примерно слой 2-3 сантиметра, влага очень держится хорошо, особенно в наших регионах, Краснодарский край, Крым, где жарко очень, в Ставрополье, ну есть еще один минус, с леса вместе с хвойным опадом мы привозим траву, которая покрывает буквально все, вот так можно потрясти, ну этого нам мало, сейчас не будем набирать столько, на пол ящика посмотрим, хватит не хватит, пол бочка вернем, то что я не люблю сеять осенью, конечно же это, вот это расколотые семена, то есть разгрызанные, и мыши очень хорошо поработали, ну а сейчас будем засыпать хвойным опадом, ну я тут уже посыпал чуть-чуть, у нас февраль месяц, у нас довольно таки тепло, поэтому работа идет полным ходом, но выкапывать еще рановато, все равно днем утром примораживает, земля еще промерзшая, и здесь даже земля промерзшая, где я убирал, это у нас можжевельник, как вы помните, если мы его тут сеяли, ну что взойдет я сказать не могу, потому что осень сеяли, и мышей очень много было, а у нас тут поля рядом, поэтому будем надеяться, что все будет хорошо, Сильно мы его не придавим, потому что, я не знаю, его полить бы конечно, полить бы, и я думаю закрыть надо, потом мы с вами его еще закроем, ну и на этом все, ну а то что взойдет, то взойдет, если ничего не взойдет, то посеем сюда что-нибудь более такое, как весной уже, что будет сходить, ну посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok